Начнем лабораторную работу номер 4, которая связана с приемами конструктивного моделирования первого вида. То есть в данном случае мы рассмотрим пример построения кокетки на передней части юбки, которую необходимо перевести в иточку. Эти действия не связаны с изменением силуэт на основу юбки, поэтому они относятся к группе приемов моделирования первого вида. Для построения кокетки необходимо наметить точки, через которые она будет проходить. Воспользуемся командой отложить по линии, которая находится в группе действия с точкой. Отложить по линии. Первое отложим точку по середине передней части юбки от линии талии. То есть точка, от которой откладывается новая, это точка спуска линии талии. Линию отмечаем правой кнопкой мыши. Выбираем нужное направление и записываем расстояние 10 см. Имя новой точки, ну давайте назовем ее Т-10. Следующая точка ставится на боковом шве. То есть линия кокетки будет проходить через точку середины передней части юбки, через выточку и соответственно точку на боковом шве. Отложить по линии от вершины бокового шва передней части юбки, по линии бокового шва. Убираем направление и откладываем нужное расстояние 6 см. И назовем нашу точку Т-24. Проведем плавную линию через построенные точки. Плавная линия. Указываем точки, через которые она проходит. И завершаем процедуру нажатием красной кнопки на панели мастера. Перед выполнением моделирования необходимо разделить линии, которые будут участвовать в повороте. Для того, чтобы нам не пришлось корректировать конечный контур. Давайте разделим линию кокетки на две линии в точке вершины выточки и линию бокового шва в точке пересечения с линией кокетки. Теперь можно выполнить вращение боковой в верхней части юбки и посмотреть, что у нас получилось. Команда моделирования находится в группе графических действий. Найдем команду повернуть объект из копии или без. Повернуть. Центром вращения будет вершина выточки. Выбираем мышью желаемое направление по числовой стрелке. Теперь необходимо указать угол поворота точек и линий. На панели мастеров есть возможность измерения углов. В данном случае выбираем направление между двумя линиями. Угол между двумя линиями. Указываем линию правой стороны выточки, левой стороны выточки правой кнопкой мыши и вершины выточки. Угол острый. Набираем на клавиатуре букву О. Нажимаем клавишу Enter. Подтверждаем угол поворота определенной программой. Копируем объекты. То есть у нас на экране останется исходное положение точек и линий. И конечно, для того, чтобы мы могли посмотреть, насколько точно выполнены преобразования. И теперь необходимо указать точки и линии, которые будут поворачиваться. Линии выделяем правой кнопкой мыши, а точки левая. Итак, начнем. Правой точкой выделяем левую сторону выточки. Вершину выточки на линии талии. Участок линии талии. Точку вершины бокового шва. Верхний участок бокового шва. Точку, граничащую с кокеткой. И участок кокетки. Все. Точки и линии выбраны. Можно завершить эту процедуру. Нажатием красной кнопки на панели мастеров. Обратите внимание, что у нас получилась плавная линия перехода линии кокетки из одной части к другую. Как на верхней части детали, так и на нижней. Давайте сравним по длине предполагаемые соединения детали кокетки. То есть измерим расстояние по кривой. Выбираем соответствующую команду на панели мастеров. Расстояние по кривой. Сначала измерим нижний участок кокетки. Точка, точка, линия правой кнопкой мыши. Измеряемый участок составляет 14,4 см. Очевидно, что на участке от вершины выточки до середины юбки эти линии совпадают и будут иметь одинаковую длину. Значит, соответственно, наибольший интерес представляет длина участков, которые лежат в области бокового шва. Давайте измерим линию нижнего среза кокетки. То есть участок по кривой. Выбираем точку, еще одну точку и указываем линию. Длина этого участка также составила 14,4 см. То есть длина соединяемых участков абсолютно одинакова и не потребует посадки при пошире. Таким образом, мы с вами выполнили прием конструктивного моделирования первого вида на примере юбки в Сапр Грация. Можно посмотреть конструкцию изделия в целом и оценить результат. Желаю успехов в освоении программы.